счастья всем счастья и гармонии счастливой гармонии в душе делала сегодня такой маленький опять променад ну вот все что-то хочется добавить в свой гардероб обуви хотя обуви достаточно ну тем не менее ну вот хочется что-то новенького все вот за этими пушистыми смотрела смотрела сегодня приехала и я даже когда прошлый раз было они сказали что нет моего размера они мне сделали заказ пришел мой заказ я пришли приехала они мне позвонили что ваш заказ готов приезжайте забирайте я приехала сегодня у нас тоже очень жарко что-то около 30 градусов и я сегодня приехала померила посмотрела но даже в магазине при том что там кондиционер очень сильно ну вот ну жарко некомфортно комфортно ну я думаю но я сейчас выйду на улицу жарко я сказала я подумаю я подумаю что я не уверена но я подумаю я пошла там сделала такой небольшой променад я вам его засняла я вам его покажу и что вы думаете что-то купила и вам что-то покажу но сейчас вам знаете сделалась вот съемку как она есть только что я убрала там музыку которая в магазине нельзя то шумы городские я это убрала но сделала вот такая как он какая она есть чтобы потому что прошлый раз делала видео видео вы все говорили роза на вы так быстро делаете глазам не не комфортно мелькает сделала как есть посмотрите там разный вид обуви и я все-таки что-то выбрала и я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 мне все очень понравилось я там померила 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 и стала что-то покупать ну вот покажу вам что купила и когда я купила я была такая счастливая я ей говорю я хочу это сейчас одеть положи мою обувь в коробку а я в них уже пойду она так смотрит на меня девчонка ну да и в году 22 23 потрясающий сервис сервис сделала потрясающий сервис сделала очень профессиональная это ей отметила я и сказала она мне дала карточку я говорю дай мне карточку я твоему менеджеру ноту сделаю что ты такая профессионально ты мне так хорошо обслужила я с удовольствием у тебя купила ну и я была такая счастливая что она говорит ой говорит вы ты такая счастливая я тоже хочу такие я тоже горит себе такие куплю так красиво говорит на тебе я тоже не горит даже ну как-то так критут их много я их вижу постоянно и я ну особо не замечаю говорит тоже себе такие куплю ну вот смотрите что я купила вот она коробочка ну как думаете какие купила какие купил там выбор такой был такие были пинг розовенькие розовенькие потом были раньше вы и такие красивые были цвета зеленые были я вы знаете не иногда если что-то понравится я одну и ту же обувь просто в двух цветах могу взять и я это часто делала у меня есть одинаковые абсолютно обувь только разные цвета беру ну вот посмотрите какую красоту взяла вот эти вот я уже в них прошлась до машины в машину и домой вот эту красоту взяла это бразильская обувь я вам там все показала ну до того хорошенький вот надо что-то с этими микрофонами делать кстати заказала микрофоны пришли не работают сделала видео все красиво сделала потом когда загрузила стала сама слушать думаю как ничего мало того что они не работали но и тот звук который есть тоже был какой-то приглушенный поэтому убрала видео ну вот слежу с этим с этим делом ну вообще вот купила эту парочку и они мне даже больше нравится тем чем те пушистые потому что я их сразу тут же надела дома не снимаю они мне нравятся я в них сижу они мне комфортные сделали мне настроение просто великолепно ну вот это хотела с вами вам рассказать с этим с вами поделиться и и хочу еще один вопрос такой чудесный вопрос пришел сейчас вам его озвучим и мы с вами немножко порассуждаем на эту тему такой пришел вопрос розанна вы когда-нибудь плачете меня этот вопрос заставил хорошо хорошо так вопросительно в воздухе зависла а я когда-нибудь плачу и я стала вспоминать было ли когда-то у меня такое в жизни чтобы я плакала я стала вспоминать 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 и не могла вспомнить но это не говорит о том что у меня поводов не было это не говорит о том что мне не болит или не больно было в какие-то периоды жизни но чтобы плакать и скажу вам откуда я не помню даже с детства со своего детства я не помню чтобы я плакала даже туда в детство даже ушла не вспомнила чтобы я плакала нет не вспомнила ну скажу вам даже вот это вот подтверждение того что моей 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 такой вот и теории и практики я вам презентовала книгу с которой с которой очень много началось в моей жизни все встала на места по полкам стал остановиться очень много я оттуда узнала что-то это у меня уже в жизни была эта книга две жизни которую я вам при презентовала в одном из видео и там там один герой пишет что когда человек в групп в грусти плачет случилось что-то с ним и он плачет или грустит то он становится слепой он становится глухой он становится ранимый он становится объектом нападок жизненных то есть вот когда ты плачешь вот ты неделю что-то о чем-то грустишь например неделю платишь и вот эту неделю рушится все рушится рушится валится 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 потому что ты слабый и и когда ты слабый все это начинает сильно сильно разрушаться неделя если ты месяц грустный плачешь расстроенный месяц а если ты год два три и вот я настолько четко вот это вот понимала раньше и после того как я это почитала вот я понимаю этот процесс когда что-то вот у меня случается а были всякие времена когда-то может быть поделюсь может быть никогда но многие ну в общем когда-то может быть расскажу когда с тобой что-то случается вот у меня какой-то какая-то неприятность большая случается которая вот вот все тебя в такие тиски зажала в такие что делает мой организм что как от работает моя голова я сразу моментально концентрируюсь у меня она нет не может посетить меня это слабость это не делается специально это вот так работает вот так система работает я сразу концентрируюсь что я могу сделать как я могу выпутаться из этого что мне надо и часто вот на это что мне надо знаете что сразу приходило в голову и чем я сразу начинала отвлекаться я начинала учиться вот пришло казалось бы вообще несовместимое обстоятельства жизни которая случилась я на второй на третий день я выхожу учиться куда-то вот представляете это это вам скажу это такое очень но наверное врожденное вот врожденное поэтому я так задумалась но когда я плакал я даже в детстве не плакала ну может быть там поранишься если что-то упал там коленка как-то это наверное вот ну неплохо такого не было вот не вспомню но помню и знаю очень хорошо всегда когда что-то какая-то приходит большая крупная неприятность я сразу иду куда-то учиться я сразу концентрируюсь вот не то что меня застать расплох жизнь стала в расплох и начинает все сыпаться сыпаться сыпь наоборот начинает все создаваться 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 строится 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 и все и может быть со стороны кажется ее ничего не берет от нее как сгустя вода она это все кажущие у нас у всех одинаково бьется сердце нам одинаково больно когда режут когда когда переживаешь определенные ситуации своей жизни каждом мы одинаково просто вот вот так происходит у меня сразу концентрация и могу вам сказать вот так он было у моей мамы вот так точно было у моей мамы я в жизни никогда не видела маму раз потерянной растерянной и и плачу я никогда в жизни не видела что моя мама потерялась растерялась не знает что делать и расплакалась и вам расскажу один случай мы уже жили с мамой вдвоем папа папа не стала папа ушел рано из жизни мне было 11 лет все остальные разъехались дети мы жили с мамой я осталась вдвоем мне было уже лет 14 15 все разъехались кто где учился кто куда но еще это было еще это было в советском союзе и мама уехала уехала к моей старшей сестре что-то там какие-то были обстоятельства и мама срочно туда вы их уехала к ней я осталась мне было лет 14 я осталась дома одна я пошла в школу прихожу из школы вставляем в дверь ключ ключ в ключ в дверь а дверь открылась я только хотела вставить ключ и дверь открылась я посмотрю смотрю на пороге огромные грязные какие-то шаги я чуть-чуть так в комнату заглянула и поняла что квартиру обокрали но зайти в квартиру боюсь я думаю может там кто-то сидит и ждет меня я пошла в полицейский участок мне было 14 лет я пошла в полицейский участок пришла я говорю я со школы пришла так это мою квартиру обокрали они мне говорят девочка иди домой и мы сейчас бригаду тебе пришли мне говорю я боюсь а вдруг там кто-то сидит они говорят нет если квартиру обокрали они уже убежали там никого нет иди я пошла пришла правда никого нет я зашла домой все а это это было знаете ну не было наверное это потому что наверное на следующий год или в этот лет не на 16 не было потому что мама приготовила мне на выпускной вечер босоножки купили мы где-то доставать же это надо было платье какое-то меня мне прислали нам прислали вещи из греции нам присылали родственники что где-то в каком-то видео я говорила что нам присылали родственники это не какие-то организации родные были у нас в разных странах не прислали платья на выпускной туз эти босоножки какие-то уже приготовлены были и я вижу что лежит один босоножек видимо коробку когда брали взяли эту коробку несли и один босоножек выпал один босоножек лежит этот мне на выпускной вечер а второго нет короче обокрали всю квартиру но приехала там милиция туда-сюда что-то там все а мамы дома нет мама уехала я поехала маму встречать когда мама прилетела я поехала маму встречать и вот мы едем домой мама спрашивает как у тебя дела как то как все нормально нормально а у нас такая была квартира заходишь коридор и сразу кухня а здесь дверь была так вся остальная квартира была за дверью я что-то приготовила как сейчас как сейчас вспоминаю я тогда уже очень хорошо готовила я что-то приготовила и мама как сумки вот здесь все поставила на пороге мы приехали и мы сразу на кухню у нас я сразу что-то я приготовила мы стали кушать что-то чай пить разговаривать и вдруг я маме дом мама мне рассказывает как она съездила как там моя сестра и так и так и вдруг я маме говорю мама у нас большие неприятности мама мне говорит с тобой мне 15-16 лет говорит с тобой неприятности но говорю нет со мной все в порядке она говорит ну а что неприятности что-то у тебя случилось я говорю нет у меня все в порядке у нас говорю случилось она у тебя с тобой все нормально что-то с тобой персонально с тобой я говорю нет со мной все нормально и мама мне говорит а все остальное я даже слушать не хочу все остальное для меня ничего не значит с тобой все я буду со мной все в порядке на это все остальное меня не интересует я говорю мама нас обокрали мои босоножки мама говорит ничего меня не интересует груда моей босоножки она говорит старых пойдешь а мое платье старое поднаденешь платье то есть но для того времени это был я заканчивала школу 75 76 год я 60 года 76 год это были это было состояние забрали там мое пальто мою шубку мамины вещи обувь но все там забрали что-то там вынесли все вынесли телевизор что-то по все вынесли и я не увидела чтобы мама потерялась растерялась а что а как а как же наши это где же наша то вообще и вы знаете по жизни потом никогда чтобы она когда-то пройти на эту тему говорила ну и что говорит мне ты в порядке все остальное все это это то есть ну да может быть это не такой пример которого но тем не менее моя мама войну прошла и моя мама большие потери по всей своей жизни имела но мы дети никогда не видели маму нашу потерянную и не потому что ей было она была не вместо сердца у нее был камень или она не такая чувствительная было но мы никогда не увидели чтобы мама растерялась мама плачет мама не знает что делать тоже то вот то же самое я скажу вам из всей нашей семьи большой я как мама я одна такая вот из семьи наша я одна такая вот мне досталось вот это вот мамина поэтому на вопрос за нам вы когда-нибудь плачете я так стала дайте думать думать задумываться ну потому что когда ты плачешь ты слабый а ты когда слабый все рушится ты не понимаешь она знаете одно на одно начинает на тебя рушится жизнь прям почву под тобой теряет поэтому ну вот как то вот думаю я ответила на ваш вопрос но каждый каждый по разному воспринимает у каждого своя свое понимание в общем на вопрос я вам ответила босоножки вам показала счастье счастья и гармонии всем вам сильно посылаю счастья и гармонии обнимаю вас спасибо за лайки